Привет, друзья! Привет, YouTube! Тема видео Рвота у ребенка Вирусная рвота То есть какой-то кишечный вирус Или один из видов энтеровирусов Или ротовирусов В общем, их множество, оказывается Вот это я уже узнала у доктора Страдаем мы не первый раз Очень много деток Особенно в летний и начало осени Страдаем Их как-то и кишечный грипп называют И как только не называют Но вообще это энтеровирусы И есть тротовирусы И как отличить от отравления Не дай бог, конечно, отравления Потому что отравление происходит В принципе мгновенно Любые продукты молочные Сальмонолез, что угодно может быть Какие-то там палочки мясные Поэтому оно может произойти мгновенно Интоксикация настолько сильна Что уже без больницы и реанимации Не обойтись никак И дай бог, чтобы все успели И как бы спасли Поэтому если как-то что-то съел И после еды Два часа идет переваривание пищи Ну, допустим, у деток с каким-то Может, ну, несовершенным Или проблемой с ЖКТ Ну, может, четыре часа быть Я не знаю, шесть То есть если вот на протяжении Того времени резко стало плохо Вот это и рвота И повышение температуры Ну, ацетон Я сейчас чуть подробно Как бы, ну, однозначно Врача и едьте в больницу Либо просто едьте в больницу Вот Что касается Особенно это если в лагерях Там, ну, тогда же После грибов Ну, конечно Грибы еще сразу анализируем Что ели и моментально Потому что, ну, а перетравление Это мгновенно Мгновенно происходит Что касается Ну, там где-то что-то Я не говорю о подпорченности Или еще Что касается вирусных То тут немножко такая ситуация Как я отличаю Лично я У нас начинается тоже с рвоты Рвота бывает разная Бывает настолько обильная сильная Вот сейчас, простите Но у нас вся семья просто рвала так Сутки, двое Это просто было что-то жуть То есть это не один, не два раза Это 14 раз за ночь Ну, это катастрофа Вот, ну, такого, конечно У нас давно не было Вот, обычно там Два-три раза И с температуркой И потихонечку прошло Конечно, все вялые Все лежачие Какая-то страшная эпидемия Вот Какая-то страшная эпидемия Мы приехали Пошли в школу И началось Вот Обычно И, знаете, заметила такую систему Что у нас постоянно Это в сентябре месяц Сентябрь Ну, может быть, конец октября Вот Летом Ну, никогда такого не бывает Хотя тоже там же Фрукточка И ездим И дети могут Руки там грязные А Болгария? Вот Ну, Болгария-то было давно И там кругом ходил ротовирус То есть об этом знали все отдыхающие И это было тоже отдельно страшно Люди прям шли И дети вот так вот Рвали прям на асфальте В детском парке И это был какой-то ужас И ротовирус очень Ну, тоже То есть заражаешься очень быстро Что касается То есть получается Если вирус В чем отличие? Он тоже Ни с того, ни с сего То есть вас может даже Ни мутить Ни тошнить Ни голова болеть Оно приходит буквально За час-два Вот Но вирус Он очень этот распространяющийся Любой энтеровирус И любой ротовирус Если у вас в члены семьи Дети или рядом Кто-то в коллективе То буквально через Четыре-шесть часов Следующий Сутки-двое Следующий Следующий И поэтому я уже как бы Ну, и в принципе Рвоты сильные Температура тоже Может подниматься Все индивидуально Особенности ребенка Вот Но в основном Как бы Показатель того, что это вирус Это то, что у меня Как бы один за другим И не одновременно То есть это точно не отравление Один Через 6-4 часа В другой Через день Следующий Через день В общем у нас растянулось Все на 4-5 дней Вот все по очереди В итоге переболели все Все с очень сильным Рвотным состоянием Вот Поэтому Вирус можно определить Это так Это я так По-домашнему А вообще Есть анализ Можно сдать Пок посевы Можно тоже Эту мокроту Вот что вырывается Вернее рвоту Кал Но это 10 дней Как бы Смысл Ну для себя установить Может быть Потому что энтеровирусов Большое количество Ну там анализ крови Мочи Я всегда беру ацетон У меня у детей есть Потому что есть склонность У деток Ну у одного из ребенка Очень сильно То есть как бы Любое такое состояние Дает как бы Осложнение На поджелудочную Так как она где-то Может быть Несовершенно работает А вот Это ацетон полоски Это Все остальное Расскажу в следующем видео Ну в общем Не болейте И всегда Будьте как-то Наготове Потому что Заболевание Я расслабляю Заболевание Неприятное И действительно Надо не спать Ночь Дробно поить Куча всего делать Вот Ну а Изолировать Не получается Всего хорошего Добавляю Добавляю